Анька, что у тебя там такое? Да что, деть не можешь? Да всё, всё уже. Смотри, нравится? О, да, прикольно. Новые дни, Олеги. А у меня, кстати, новогодние ёлочки. Прикольно. Помоги мне, пожалуйста, затягнуть. Да, конечно. Такое, пожалуйста. Да, согласен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я же вам сказала, просто нужно следить за самым, удалять лишние волосы, мыться. Еще подростковый переходной возраст знаменит тем, что очень меняется поведение ваше. Вот вам хочется какую-то другую одежду совсем одевать, покрасить волосы, изменить что-то своей внешности, либо стричься как-то не так, или одеть высокие каблуки. Но это же правда, Рады? Да, это правда. Я в последнее время очень сильно хочу волосы покрасить в какой-то яркий цвет. Да, точно так. А я хочу татуить себя на всю руку. Я тоже хочу себе тату на ноге и персинг на пупике, проколотку. А я себе очень сильно хочу проколот много дыр в ушах и проколот нож и встать туда, Сережа. Это все нормально, что вы сказали. Действительно, я когда-то хотела. Но родители, конечно же, против, потому что они до сих пор считают вас маленькими детьми. И у вас получается с ними на этот момент конфликт. Но вы должны все-таки уважать своих родителей, И как-то все-таки подумайте о том, что, возможно, татуировки в будущем вам уже не нужны будут. Или те же проколотые дырочки, которые просто никогда не зарастут. Ну, волосы, да, отрастут, можно и состричить будет. Но еще, еще вспомните, есть такое, что вот вы слушаете музыку очень громко. Или такие песни, которые вашим родителям вообще не нравятся. Они говорят, что мы в свое время такую музыку не слушали. Есть такое? Да, точно, Валентина Ивановна. Я слушаю песни с матами, а мама против. А я включаю громко-громко музыку на всю квартиру, что мне прям соседи стучат и говорят, чтобы я ее выключила. Знаете, что Валентина Ивановна? Я сказала какие-то плохие слова, и мама сказала, что он не мужем отрывает. А я просто нашла выход. И музыку слушаю в наушниках, какую хочу. Молодец, Дарина. Ну, так и нужно делать. Но, конечно, маты – это не имеет никакого отношения к переходному гостю, Санечка. Так что давай разговаривать. Кстати, вот, например, стиль одежды тоже. Родители критикуются. Мода меняется постоянно. Что-то новое, что-то там, возможно, сильно короткое, открытое. И родители против. Вот я хочу рассказать интересный факт. В Англии взбунтовались подростки, но это было очень давно, против родителей, потому что все ходили в серых плащах. Вот у них все ходили в серых плащах. А дети взбунтовались, потому что не хотели ходить в такие же серые плащах. И они собрали там целую группировку, молодежное движение и добились своего. И у них теперь не серые плащи. А вы какое одежды любите носить сейчас? Вот моя мама против, чтобы я ходила с открытыми щекотками. Хотя это сейчас в моде носить такие короткие джинсы. И вообще, она сейчас вставляет меня одевать носки длинные. Хотя эти длинные носки одевают только бабушки какие-то, а я люблю носить следики. Да, Лина, но мама беспокоится просто о твоем здоровье. Ну, на улице холодно, а ты с открытыми ногами. А потом заболеешь, маме тебя лечить. Вот из-за этого она и говорит, чтобы ты носки одевала. Я считаю, что ничего страшного нет. Ну, а у вас что? Какие жалобы на родителей? А я люблю носить обувь на большой-большой платформе и на больших каблуках. Но мне родители не разрешат. Говорят, что я очень сильно маленькая. А я у сестры шмотки беру, но из-за этого она меня ругает. А мне, батя, и разрешат эти яркие рубашки. Ну, на счет ярких рубашек я считаю твое детство не прав. А высокие каблуки для вашего возраста еще рано, потому что еще не сформировался позвоночник. Ну, а вещи договорились с сестрой. Я думаю, она не будет жадничать, потому что так сильно. Ну, а теперь еще такое самое сейчас для вас, возможно, актуальное. Алкоголь, наркотики и хулиганское поведение. Предупреждаю сразу, что, возможно, вам захочется каких-то там новых ощущений. Что-то попробовать. Имейте в виду, что это несет тяжелые последствия. И как для вас, так и для ваших родителей. Потому что есть колонии для несовершеннолетних, да? И алкоголизм. Чреват. Надеюсь, вы не употребляете алкоголь? Нет, вы же не могли такого подумать о нас. Вы же хорошие дети. Ну, я знала, знала. Ну, я должна вам все равно было это рассказать. Также подростковый возраст. Характерным влюбленностями. Неразделенной любовью. Вот вы влюбились в кого-то. Этот человек не отвечает вам взаимностью. Или вы даже не говорите просто этому человеку. Он даже не догадывается, что вы его любите. И у многих появляются суицидальные мысли. Имейте в виду, что этот период он пройдет. И не вздумайте никогда что-нибудь с собой сделать. Валентина Ивановна, вот я еще ни разу не влюблялась. Это хорошо. Но вообще любовь, это прекрасное чувство. Ну, конечно, желательно, чтобы оно было взаимным. Ну, и подведем итоги. Переходной возраст считается самым тяжелым в жизни человека. И забыла вам сказать, что на новогодние праздники мы едем на дискотеку, но детскую. Эй, Валентина Ивановна, вы вообще-то уже взрослые. Лунтиков, фиксиков в машине. О, зачем они нам на взрослую дискотеку? Ну, что вы так кричите? Я прекрасно понимаю, что вам бы хотелось на взрослую дискотеку. Ну, посмотрите на себя. Вы же еще дети. Ну, вас даже не пропустят туда, да? Есть фейс-контроль. Вы не по росту, не по внешнему виду не проходите. Валентина Ивановна, вы, наверное, нас очень плохо видите. Вот мы сейчас выйдем, приведем себя в порядок, зайдем, и вы увидите, какие мы взрослые. И пойдем тут, девочки. Ой, так спешат стать взрослыми, а лучше побыть еще детьми. Влад, а куда они пошли? Ну, не знаю, Валентина Ивановна. Или в туалет, или в столовку. Да нет, Влад, ну какая столовка или туалет? Уроки еще не закончатся. Кстати, а кто тебе из класса из девочек? Нравится? Ну, сначала я крепил девочку на букву А, а потом на девочку Д. Ну, а сейчас думаю на девочку Эллу. Влад, ну как можно любить сразу две девочки? Тем более, я имею в виду, злость девочек. Они могут тебе как-то отомстить, и для тебя будет хуже. Все-таки определись на какой-то отом. Девчонки, теперь давайте покажем, как мы можем. Ну что, Валентина Ивановна, вы готовы теперь нас в пользу на дискотеку? Девочки, очень подходите вы теперь для дискотеки. Это же надо так вырасти ровно за пять минут. Молодцы. Лерочка, иди хоть потрогаю такую красоту. Только аккуратно. Конечно. Ай-я-я, Тариночка, иди сюда. Ай-я-я, какая же... Ну, как это я? Ай-я-я, ну, поясо, дай тебе нам подарок. А, нет. У тебя, я смотрю, самые большие буфера. Ай-я-я-я, повезло это. Так, ну, пошутили. И теперь, как все-таки девочки детская будет, садитесь на места и записываем дальше. Это смешно было.